Привет всем болельщикам Минского Динамо! С вами очередной выпуск нашей новой рубрики Динамо ТВ на коротке, в которой мы знакомимся с нашими футболистами более подробно. И сегодня с нами капитан нашей команды Рома Бигунов. Привет всем! Первый вопрос. Как прошла тренировка? Первый день лета сегодня. И как в целом проходит подготовка к матчу в Мозере? Тренировка прошла очень бодро, весело у нас. Была вчера довольно хорошая нагрузочная тренировка, и это сделали более эмоциональную, потому что все ребята остались довольны. Скажи, много ребят сейчас отсутствует, они находятся в сборной. Каково сейчас тренироваться без них при таком небольшом кадровом дефиците, скажем так? Ну, конечно, немножко непривычно. И так ощущение, как будто игра еще совсем не скоро. Но я думаю, все в команде рады, что довольно большое количество наших ребят поехали в сборную. Это только плюс Динамо. Помнишь вообще, в принципе, свой самый первый матч, который ты увидел в сборной Беларуси? Может быть, по телевизору или на стадионе? Ну, так не помню. Наверное, самый первый. Но я помню, что хорошо отложился матч, когда аргентинцы приезжали к нам, чтобы было очень так много людей. Наверное, этот будет матч. Аргентинские звезды тогда хорошо запомнил, которые приезжали? Помню, Карл Астейвис переезжал. Наверное, такой был еще маленький. Просто с опротом ртом, в принципе, смотрел не только на аргентинцев, в принципе, на наших тоже ребят. А, еще запомнился хорошо момент, когда наши играли с англичанами на Динамо. И, ну, я, как можно сказать, участвовал. Там флаги, церемонию сделали, выносили флаги. И когда рядом проходили звезды мирового уровня, то что там Терзин, Лэмпорт, это было очень так внутри трепетно. Нашей сборной предстоит сыграть против сборной Новой Зеландии. Это, в принципе, настоящая экзотика для Беларуси. Что можешь сказать, какая самая большая экзотика игровая была для тебя? С кем вот из соперников тебе матч больше всего запомнился? Ну, наверное, интересно было, когда играли еще с Минской Лиги Европы с мальтийцами. Там, ну, летом было так довольно жарко. И команда оказалась такого хорошего, в принципе, уровня. И, как бы, не сказать, что там в Мальце футбол там не развивается. И довольно добротного качества команда была у нас. Ну, были небольшие проблемы, но мы справились с ними. У тебя же, в принципе, на собирался довольно богатый международный опыт. Скажи, против какого соперника тебе играть было тяжелее всего? Есть ли такие ребята, которые принципиально тебе запомнились? Ну, наверное, самая жесткая игра именно в Европуфе была. Это с Зарцбургом на выезде, когда нас, можно сказать, возили беспросветно. И это спасибо, ну, в принципе, всем пацанам с Аней Гутером отдельно, что мы прошли дальше. Вот, и у них там крайний хав был, по-моему, Рейна, фамилия. Мне очень, очень понравилось. Было очень тяжело с ним играть. И когда мы играли с ними в Бресте, и то, что он показывал в Бресте, и в Зарцбурге, это были совершенно два разных человека. Как и, в принципе, команды. Также ты поиграл со многими ребятами, в принципе, для своего возраста. Кого бы ты назвал своим самым лучшим партнером? С кем тебе вот именно довелось поиграть плечом к плечу? Ну, я даже не знаю, как так выделять. Я просто рад, что играл с многими, ну, получилось. Поиграл с заслуженными людьми. Сергеем Миклинчуком, тот же Володико Рысько. С Серым Политевичем очень было удобно играть. И на первых порах, когда я пришел в Динамо, ну, он мне, считаю, очень помог в плане игровом, что я всегда был спокоен, что сзади меня всегда там подстрахуют, помогут. В этом году тебя выбрали капитаном. Расскажи, как вообще происходит этот процесс в команде? Ну, каждый, наверное, как и везде, написал, ну, Сергей Владимирович попросил написать одну фамилию, у кого считают капитаном, ну, кто хочет, чтобы выбрали. И по сумме, я так понимаю, подсчетов, у кого было больше голосов, тех и назначали капитана, вице-капитана. После неудачных матчей тебе, наверное, тяжелее всего. Почему спрашиваю? Потому что я не раз видел, какие сами болельщики тебе подходили напрямую, как капитана, с вопросами, как так получилось, почему так происходит. Как вообще, в принципе, относишься к подобному роду разговорам и к политике со стороны болельщиков и трибуны? Ну, когда критика адекватная, неважно, это болельщики, там, мамы, папы или специалисты, она всегда воспринимается по-другому, ну, более, как можно сказать, позитивно. Ты понимаешь, что плохо, ну, что сыграли плохо, что там много ошиблись, и ты, как бы, ну, не споришь с человеком из-за этого. А когда просто, ну, там сидят, бывают же люди за компьютером, напишут гадости, эти плохие, эти косые. Ну, бывает, в эти моменты уже перестало так обращать на них внимание. А всегда, конечно, приятно пообщаться с людьми, когда они смотрят тебе в глаза, задают вопросы, и честно можешь ответить. Тем не менее, случаются и положительные моменты, когда команда выигрывает, когда вся команда, опять-таки, подходит к фан-сектору, совместное братание, деликование. Можно вспомнить, что прошлогодний был, когда ты забил его, по-моему, в городе, и подбежал сразу к фан-сектору. Жодина на кубок. А, сначала Жодина, а потом еще и городе и дома, да. Ну, конечно, это всегда приятно, и фанаты, это все живые люди, и они передают этот заряд эмоций, и ты сам хочешь поделиться этими эмоциями, потому что я забиваю все-таки не так часто. И мне вот, особенно на кубок, когда ребята были вот, грубо говоря, рукой подать, было очень, так, желание большое поделиться именно с ними этими эмоциями. Тем более, что перед этим они, как я пришел полгода, не было фанатов на сетке. Твоя капитанская повязка в «Динамо» – это твой первый опыт подобный? Твоя карьера футбольная? Ну, в юношеских сборных было. Именно в сборной? Да, было, но я считаю, что сейчас это все равно более так как-то ответственнее, осознанно должно происходить по причине того, что уже стал взрослее, опытнее. А в детстве? Нет, в детстве я был не самым сильным футболистом. Не самым сильным футболистом? Да, потому что играть начал, не знаю, более-менее даже в составе лет 15, до этого перепивался. Ну, то играл, то не играл, поэтому... Хорошо, расскажи тогда более подробно, каким был Рома Бигунов в возрасте, там, 60-ти лет. Я думаю, что был непоседой, был таким... Ты был непоседой? Ну, конечно, мы с братом, мой старший брат, очень часто ругались, дрались, смирились опять, ругались. И родители, я очень благодарен им за воспитание, которое они им дали. Потому что, ну, папа военнослужащий и очень, ну, так, жестко, но справедливо воспитывал, прививал какие-то ценности, которые, я думаю, ну, они пригодятся в жизни. И я думаю, что как... ну, дети мы его не подводим. А в футбольном плане? В футбольном плане... Ну, мне кажется, как я был в детстве, может, такой остался. Я всегда был неуступчивым, всегда, ну, как-то вот много бегал. И, по-моему, именно... Ну, до самого детства я помню, что я играл в защите. То есть у меня был какой-то период небольшой, когда меня перевели нападающим играл, там, что-то позабивал. Но все равно, как говорится, жизнь в футбол поставили все на свои места. Это было твое решение или решение тренера привести тебя обратно в защиту? Решение тренера. Потому что так, как и перевести в нападение, наверное, по-моему, на тренировке, как-то там забил один-два, решили попробовать. Что-то тоже... ну, начало получаться, но все равно, наверное, техническое оснащение не позволяло. На кого равнялся в детстве? Я думаю, у всех были футбольные кувиры. Кем хотел быть ты, кто тебе больше всего нравился? Я вот даже не знаю, так, чтобы именно кумира выбрать. Я просто помню момент, что когда Саша Иглеб перешел в Арсенал, я не пропускал игр по телевизору, которые показывались в его участии. Мы всегда смотрели и с братом, и брат до сих пор, наверное... Ну, брат до сих пор болеет за Арсенал. Но это, наверное, с момента именно, когда Саня перешел в английский клуб. Я думаю, ты тоже болел в Арсенале, когда был маленьким. Ну, я, наверное... Штутбарт, Арсенал... Не то, чтобы болел, мне почему-то больше нравился на тот момент Ливерпуль. Но именно когда играл в Арсенале, играл в Глебе, всегда смотрел. И очень было обидно, потому что когда был маленький вот этот финал в Стамбуле, я первый тайм посмотрел, уснул и не видел ни второго тайма, ни пенальти этих эмоций. Вот, но потом, конечно, пересматривал. Какие мысли у тебя были в голове с утра, когда ты узнал? С утра и когда... Как это вообще закончилось? Я не знаю, там обидно было до слез, потому что я помню, что очень сильно боролся с этим сном в перерыве, но все-таки он меня уложил. Скажи, за кого будешь болеть в финале? В виде чемпиона, который сейчас будет в субботу. Наверное, за Ювентус. Не знаю, вот мне как-то нравится их организация, мне нравится подход, в принципе, и мне кажется, они... Реал, в принципе, тоже достойный, но Ювентус так долго идет к этому трофею. Плюс, все-таки, наверное, хочется, чтобы Буфон в конце карьеры, на закате, можно сказать, уже выиграл, наконец. Все-таки взял этот трофей, да? Ну, плюс мы с Артемом бы к вам поспорили. Вот, я знаю, что у нас в команде много ребят болеет именно за Реал. По этому поводу у вас уже есть какие-то зарубы в команде по поводу Геннала? Ну, такие, кто-то там подкалывает друг друга, но в основном так можем поспорить, там, Сок, Шоколадку, кто выиграет и проиграет. На что поспорили с Артемом? Сок. Носок сегодня? Так слабенько? Да, ну, профессионалы сезона. Я понял. Вот ты сказал, что в детстве ты был непоседой. Сейчас для меня это, на самом деле, большой сюрприз, потому что, вот сколько мы с тобой вместе работаем, я, да, в принципе, все знают тебя как спокойного парня, наверное, одного из самых спокойных в команде. Как так получилось и что в твоей жизни произошло, что вот из непоседой ты превратился в такого спокойного, рассудительного парня? Ну, мне кажется, все-таки, во-первых, отец был всегда спокоен, ну, военнослужащий, и он всегда очень мудро, взвешенно принимал все решения, мне кажется, это черты от него. Плюс, когда начали ездить по турнирам различным, ну, в детстве довольно часто ездили, и поэтому, можно сказать, от семьи был довольно часто далеко, и самостоятельность какая-то привилась в довольно, можно сказать, таком раннем возрасте. И мне кажется, что и это еще, ну, уже вот такой отпечаток свой. Перед интервью я разговаривал с ребятами, пытался, в принципе, узнать про какие-нибудь горбыли, которые с тобой связаны, никто ничего, в принципе, не мог вспомнить, даже Юра Струб, который с тобой в Минске занимался. Как это получилось? Никогда не давал повода? Можно сказать, и так, наверное, потому что у меня даже, как-то, не знаю, все сводится к тому, что передал отец, мама, что не опаздываю очень, ну, то есть стараюсь никогда не опаздывать с таких моментов, ну, достойно себя вести, и из-за этого, наверное, какое-то спокойствие, может, и не дает мне попадать в такие ситуации. Скажи, а в продающей команде у тебя есть? Это вот тоже такая история, которая, ну, все удивляются, у меня ни в одной команде с детства не было никаких клич. Даже с детства? Вообще, то есть никогда, вот, Рома, Рома, и все, и никогда, ну, таких прозвищ никаких не было. Скажи, Рома, о чем ты вот любишь заниматься, кроме футбола? Какие есть у тебя хобби, увлечения? Ну, в принципе, как и все, наверное, люблю с девушкой, видите, прогуляться, в кино сходить, вот, на выходные сейчас ездили с ней в зоопарк, посмотрели, на удивление, тоже получилось, что столько, ну, как бы я меньшанин, а в зоопарк попал, так, можно сказать, первый раз, чтобы нормально все посмотреть. Ты этого никогда не был? Да, ну, ну, вроде бы, как-то собирались, собирались, и, ну, не получалось, тут, в какой-то момент, говорю, все, собирайся, поехали, съездили, и так, ну, получили такое удовольствие, и дома не сидели, развеялись, надо еще в дельфинарию попасть будет. Какие-то другие виды спорта тебя вообще интересуют, есть интерес к этому? Ну, в принципе, в той же школе я, наверное, играл во все, кроме баскетбола. Не знаю, почему баскетбол вообще не мое. Скажи, ты, в принципе, участвуешь во многих клубных акциях, можно сказать, ты парень вообще безотказный, как-то к этому относишься, и что тебе может быть запомнилось больше всего? Ты участвовал и в уходы в школу, и помощь детям-сиротам, раздавал билеты в просторы, что тебе запомнилось больше всего? Ну, всегда, конечно, наверное, наибольший отпечаток – это акции, когда проходят с детьми, потому что, особенно, ну, и в Минском, и здесь, когда детские дома, и понимаешь, что детям не хватает какие-то нежности, ласки, каких-то, может, мелочей таких, которые у обычных детей есть, в принципе, достатки. И всегда хочется их чем-то порадовать, удивить, там, где-то поиграть с ним. Ну, именно такие моменты больше. Ну, и плюс – это же продвижение клуба, те же дети – это же, ну, можно сказать, будущее болельщики, можно сказать, это только работа на опережение, чтобы, может, больше людей будет в будущем за Динамо, болеть, ходить на новое поколение. Просто вот на перспективу, хотел бы ты отдать своего будущего ребенка, я уверен, что когда-нибудь появится у тебя футбольная секция. И да, и нет, вот у меня всегда такие были мысли, я понимаю, что, в принципе, не брать футбол, а спорт для ребенка – это очень такое, ну, хорошее подспорье для его здоровья, потому что сейчас, ну, очень много детей не совсем здоровых, а посмотреть, вот, раньше поколения везде бегали, прыгали, лазили, играли в всякие игры, и, ну, таких, ну, сильно большого количества больных детей не было. И если не брать именно футбола, в принципе, это для укрепления тех же мышечных каких-то его, для подвижности, очень хорошо. Но переход именно в такой уже профессиональный спорт, он же всегда сопровождается травмами и порой очень серьезными травмами. И не все дети, в принципе, могут стать профессиональными спортсменами, а судьи даже могут судить по себе, что, в принципе, как такого детства у спортсменов нет. Потому что это постоянная тренировка, соревнования, разъезды, но это потом работа, как говорится, на будущее. И если ты где-то себя ущемил в детстве, оно аукнется себе в будущее. 17 июня наша команда проведет, скажем так, юбилейный матч под 90-летие с московским Спартаком. Какие ожидания от этого матча? Потому что, в принципе, большой звездный состав собирается приехать в наш город. Ну, мне кажется, в принципе, это должно быть шоу, потому что, ну, понятно, люди поиграли и просто развлечь, и, можно сказать, и себя встретиться. Может, не думаю, что так часто получается у них видеться. И люди посмотрят, тоже более старшее поколение, на своих там кумиров, на людей, за которыми они следили. И я думаю, что должно быть очень интересно. Ну, и, наверное, напоследок у тебя есть хорошие возможности передать привет болельщикам, фанатам, чтобы им мог пожелать. Я хочу, действительно, передать всем привет и поблагодарить тех людей, которые неравнодушны к нашему клубу, команде, которые всегда рядом. Естественно, мы знаем, что есть определенные проблемы, но надеемся, что они в ближайшем будущем решатся и люди вернутся на стадион. Передаю всем привет. Смотрите Динамо ТВ. Продолжение следует...